Приятного вам пути! Пятница 13-я, вопреки предрассудкам, началась с хороших новостей. Сокращение маршрутов и отмены рейсов. Проблемы с общественным транспортом остались в прошлом. Сегодня утром Воскресенский автопарк пополнили первые 10 новых автобусов. Которые будут поставлены на учет в ближайшее время. И на следующей неделе выйдут на маршруты города и района. В ближайшее время, на следующей неделе, мы получаем еще 5 автобусов ЛИАЗ, которые тоже на следующей неделе выйдут на маршрут. И в помощь нам с МОЗ Трансавта на сегодняшний день пришло 21 автобус, который сегодня работает на маршрутах города и района. 5 новых ЛИАЗов и 5 ПАЗов. Автобусы оснащены системами кондиционирования, видеонаблюдения, автоматического пожаротушения. Данные автобусы, у них 19 мест сидячих и 49, если проезжать как бы стоя. Автобусы на пневмом ходу, очень мягкие, комфортные. Я думаю, что жителям города Воскресенска они очень понравятся и будут по душе. Для маломобильных граждан оборудован пандус и специальное место. Угол наклона соответствует нормам, а автобус автоматически опускается для удобства заезда. До того, как произошло наше знакомство с новыми жильцами автоколонны, по инициативе главы района и руководителя администрации, состоялась встреча с представителями Коломенского ПАТП, на которой обсудили все насущные вопросы. Мы не требуем сверхъестественного, надо просто, чтобы маршруты ходили по расписанию. Если нам нужны какие-то передвижки, дополнительный маршрут, мы это в рабочем порядке обсудим. С вами найдем понимание, либо доп. соглашение сделаем, если дополнительный маршрут, либо там передвижка в рабочем порядке решается. Но это рабочий процесс. Главное, чтобы все наши обязательства по транспортному осложнению территории района выполнялись. На совещании присутствовали депутаты и главы поселений. Жалоб и обращений на работу транспорта за последний год было много, поэтому и вопросов накопилось соответствующее количество. Хочу обратить внимание на номер 16, автобус, который 8 часов идет. Они новые модификации, несколько так укороченные. Там едут три техникума учащихся, кадеты и вторая больница. И вот этот 8-часовой, он очень переполнен идет. Ну, что я могу сказать. Но сегодня уже, если подвижной состав работает в полном объеме, то мы сейчас проведем, сейчас со службой эксплуатации проведем совещание и восстановим все по местам. Там, где 16-й, я думаю, что будет ходить автобус, позволяющий перевозить спокойно 70 человек. Раньше у автобуса, особенно дальних, там, 34-й, 21-й, 25-й, были кондукторы, которые увеличивали пассажиров. Сегодня эту роль выполняет, опять же, водитель. То есть он вынужден после остановки, соответственно, билетить, потерять время и в дальнейшем нагонять, чтобы войти в график. Вот это отсутствие кондукторов. Это какое-то, так сказать, стратегическое решение вашего предприятия. Это программа, которая проводится действием губернатора. Минимизация расходных статей. Сейчас происходит эксперимент с оборудованием САБОК, как в Мосгортрансе, когда пассажир в любое заходят, прикладывает карточку и проходит на оплату. Есть определенные моменты по работе данного оборудования, когда вы говорите, что водитель чуть-чуть задерживается. Есть такие вопросы. И сейчас вопрос донесен до руководства, что это оборудование в ближайшее время должно быть заменено на то, на логичное, которое должно работать в Мосгортрансе, как вот работать более корректно. Для того, чтобы все маршруты были укомплектованы, нужно 66 единиц техники. Всего же в автопарке, включая резерв, должны быть 80 автобусов. Но если с транспортом проблема решается, то возникла другая – кадры. Не хватает водителей, которые очень нужны. Учитывая, что всего автобусный парк Воскресенской производственной базы до марта 2018 года пополнят 30 автобусов. Ольга Юга, Сергей Емельянов, Воскресенские вести.